Кай вернулась спустя почти два года. Первая часть сезона отличная, но он разделен на три части и завершится лишь в следующем году. Пять эпизодов начала шестого сезона короче обычного, но насыщены событиями. После окончания пятого сезона, где Дэниел Ларусо и Джонни Лоуренс согласились сотрудничать, мы узнали, что Джон Крис, сбежав из тюрьмы, намерен тренировать новых бойцов мастера Кима. Смерть, романтика, драки и разрыв отношений – и это лишь начало происходящего. Давайте разберем все важное из первых пяти эпизодов. Вот объяснение концовки первой части шестого сезона Кобра Кай. Предупреждаю, видео содержит спойлеры. Объяснение концовки – вся первая часть сосредоточена на Мияги До. Подготовка к турниру Сайкай Тайкай в Барселоне, где лучшие бойцы мира должны были сразиться друг с другом и выяснить, кто действительно лучший. Баланс был ключевым для каждого персонажа, особенно для Джонни Лоуренса и Дэниела Ларусо. Они согласились работать вместе, но возникли трения из-за разных убеждений и методов. Даже когда они договорились о названии и подходе, Джонни не хотел иметь ничего общего с наследием Кобра Кай и Джона Криза, конфликты продолжали возникать. Это достигло пика в финале последнего эпизода, когда умерла мать Тори, и она пришла сразиться с Сэм за место капитана женской команды в соревновании. Она направляла гнев в бою, что вызвало разногласия между Джонни и Дэниелом. Каждый, кто боролся за капитанство, сражался за что-то личное. Мигель бился за шанс поступить в Стэнфорд, куда его ранее не приняли. Робби сражался, чтобы не быть вторым, а также ради Тори. Сэм билась, чтобы победить Тори, а Тори из-за гнева от смерти матери. Узнав о смерти матери Тори, Дэниел остановил бой, считая, что ученики Миягидо не должны драться в гневе. Это больше походило на методы Кобра Кай. Джонни не поддержал Дэниела, показав, что раскол между ними сохранился, и что будущее Додзио под вопросом. Они не знали, смогут ли преодолеть свои разногласия, поэтому решили разойтись после турнира. Робби победил Мигеля и стал капитаном, а Сэм выиграла из-за ухода Тори. Когда шестеро выбранных собрались вокруг Ковра, появились Джон Крис с командой, и Тори была на их стороне, показывая, что она будет использовать свою внутреннюю ненависть. Крис сказал, чтобы достучаться до сердца, нужно использовать внутреннюю ненависть. Похоже, Тори будет использовать ненависть к миру из-за потери матери, сражаясь с друзьями. Разделение было ключевой темой этого сезона. Будь то уход Тори, между Джонни и Дэниелом возник разлад. Хоук и Дмитрий отдалились из-за нежелания Хоука поступать в колледж, а Дэниел узнал неизвестные секреты о мистере Мияги из прошлого благодаря коробке под половицами. Мияги был тихим партнером в боксерском зале и, похоже, был замешан в преступлении, заставившем его покинуть Штаты. В конце выяснилось, что он участвовал в турнире Сайкай Тайкай. Дэниел заметил тот же символ на повязке из коробки. О ней было много крови, намекая на опасность предстоящего соревнования. Для Мияги Дом многое зависит от этого турнира. Например, Джонни надеется, что деньги от спонсоров помогут купить новый дом для его семьи, достаточно большой для новорожденной дочери. Многие рассчитывают на это как альтернативу колледжу, как Хоук и Робби, а другие надеются повысить шансы поступления, как Мигель. Время в Барселоне действительно может изменить жизнь большинства из них. Продолжая тему разделения, был момент, когда мы увидели, что Деван виновен в том, что Кенни попал в аварию и потерял место в поездке в Барселону, где мог бы соревноваться. Думаю, чувство вины охватит Девана в следующей части сезона. Особенно потому, что Кенни, вероятно, будет винить Энтони, хотя тот не виноват. Так что это, вероятно, тоже будет раскрыто. Предполагаю, в следующей части сезона будет арка искупления Тори. Ведь не верится, что финальный сезон закончится тем, что она останется на стороне зла. Хотя темой были разделение и баланс, думаю, следующая часть сезона будет больше о единстве. Думаю, это также восстановит отношения Джонни и Дэниела. Мой обзор части 1. Отличное начало трехчастного сезона. Отличные хореографические боевые сцены. Одна из главных причин, почему я продолжаю смотреть шоу. Операторская работа, хореография и драматизм забавны и увлекательны. Темп первых пять эпизодов очень хорошо выдержан. Не торопится, зная, что впереди 15 серий. Все это было о подготовке. Думаю, часть 2 будет о соревнованиях, а часть 3 – о возвращении домой и последствиях победы или поражения. Пятый сезон был сосредоточен на Робби и Мигеле, но сейчас у них мало экранного времени. Их по-настоящему показали только в финале, и хотя они часто ощущаются как главные герои, их отсутствие было заметно. Понравилось, как сезон начался с того, что Тори и Сэм были слабее, чем в прошлом сезоне, но закончился их самым яростным боем за все время. Это обеспечило реальное развитие, и путь шоу был четко виден. Честно говоря, секрет мистера Мияги показался мне бессмысленным. Удивительно, что они никогда не заглядывали под половицы и не пытались сдвинуть кровать. Это выглядело нереалистично. Не думаю, что это так важно, и влияние на Даниэля Ларуссо кажется мне непонятным. Понимаю, что это меняет его взгляд на человека, которым он всю жизнь восхищался, но его реакция кажется мне немного глупой. Надеюсь, его участие в Сайкай-Тайкай поможет развить сюжет и укрепить связь. Честно говоря, нелепо, что Джон Крис не только сбежал из тюрьмы, но и успел натренировать кучу бойцов, а потом незаметно улетел в Барселону и теперь свободно разгуливает там. Либо местные власти никуда не годятся, либо сценаристам плевать на логику и реальность. Бои будут транслировать по ТВ, так что его наверняка скоро поймают. Часто задаюсь вопросом, на какую аудиторию рассчитан этот сериал. Многие выросли на оригинальном карате, пацане. И давно не дети, но некоторые элементы шоу явно нацелены на детскую аудиторию. Иногда подход кажется мягким, но порой язык не соответствует тону шоу. Чувствую, что сериал теряется в определении своей аудитории. Сложно представить, что зрители фильма 1984 года также наслаждаются этим шоу, но это типично для него. Первая часть завершена, ждем новые серии в ноябре. Мне не терпится увидеть, как будет развиваться соревнование. Итак, это было объяснение концовки первой части шестого сезона Кобра Кай. Если хотите больше видео с разборами концовок, теориями и анализом персонажей, нажмите на карточку вверху или зайдите на мой канал, где найдете все эти видео. Что думаете о первой части шестого сезона? Поделитесь мнением в комментариях. Спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Продолжение следует...